Добрый день дорогие друзья! Я рада вас приветствовать из студии универсального формата. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефон наш неизменен и как всегда ждет ваших звонков. Ну а я давайте представлюсь. Меня зовут Юлия Север и конечно же с радостью сегодня я поведу беседу с нашими гостями. Ну и с вами дорогие телезрители присоединяйтесь 202-11-22. Сегодня говорим о общероссийском форуме Россия Студенческая. Что же это за форум? Какие гости ожидаются? Какая программа? Чем будут удивлять организаторы всех участников этого форума? Узнаем как раз в прямом эфире. Ну и конечно думаю каждый наверное из вас может вспомнить свои студенческие годы, быть может сейчас является студентом и наверняка согласиться со мной, что студенчество это пожалуй самое такое радостное, самое интересное время в жизни. Когда некая такая беззаботность еще присутствует, ну и в то же время ты уже действительно человек, который способен на очень большие, хорошие, серьезные дела. Что ж, вот как раз сегодня у нас будут такие люди, которые способны на хорошие, серьезные дела. Вам представляю конечно же наши гостей. Итак, исполнительный директор 2-го общероссийского форума Россия Студенческая Марина Бабаченко. Здравствуйте. Рядышком расположилась Мария Лупонос, руководитель федерального штаба 2-го общероссийского форума Россия Студенческая. Здравствуйте. Ну и Елена Данилина. Хочу вам представить, обладательница Гран-при, студент года 2014. Ну я так понимаю, что... 2015. 2015. Хорошо. Такая информация 2015. То есть это прям вот-вот совсем свежий обладатель такой премии, такого звания. Ну я так понимаю, что еще и как волонтер форума представлен. Представлена сегодня Елена. Она один из координаторов волонтеров, да. То есть она работает с целой командой, которая будет обеспечивать деятельность на нашем форуме. Ну я думаю, каждый расскажет о своей роли в этом событии, который состоится с 13 по 18 ноября. Совсем скоро. Буквально завтра стартует. Буквально завтра будет всех удивлять в Самаре. Почему Самара выбрана, тоже нам ответите на этот вопрос. Но для начала давайте я небольшой конкурс объявлю среди наших телезрителей. Всегда мы разыгрываем интересные призы, подарки. В этот раз это 4 билета на концерт Евы Польны. По 2 билета, собственно говоря, для каждого телезрителя, который состоится 14 ноября в ночном клубе «Звезда». Я думаю, это очень интересное мероприятие. Множество наверняка поклонников этой певицы, этого творчества есть у нас в Самаре. Поэтому звоните, милости просим. Мы хотим услышать от вас любимую песню этой исполнительницы. Прямо в прямом эфире. Спойте нам, порадуйте нас, потому что все-таки у нас тема такая серьезная. Хотим немножечко какого-то искусства, какого-то творчества. Если не можете спеть, быть может, ну четверостишки прочитайте нам. 202.11.22. Билеты на концерт Евы Польны разыгрываем специально для вас. Ну а пока давайте перейду к беседе с вами. Общероссийский форум «Россия студенческая». Что же это такое, что кроется под этими словами, под этой формулировкой? Общероссийский форум «Россия студенческая» проводится с целью объединения студенческой элиты со всей страны. Мы приглашаем лучших из лучших, чтобы они, поучаствовав в нашем форуме, приехали к себе в регион и рассказали, поделились знаниями, рассказали, как это есть, как это может быть, организовали у себя. У нас форум работает по восьми направлениям. И в каждом направлении ведется активная деятельность. То есть здесь и работа экспертов, и тренинги, мастер-классы, семинары, общение в группе и построение дорожной карты на следующий год. То есть ребята действительно активно участвуют. Это такой обучающий, образовательно-досуговый, может быть, потому что ребята все равно у них очень широкая досуговая программа. Здесь они между собой знакомятся. И очень интересно, когда, допустим, в том году, когда проходил первый общероссийский форум, они познакомились и стали работать. И потом уже через три месяца, допустим, они звонят и говорят, а вы знаете, мы созвонились вот при Волжском федеральном округе, участники форума, и решили, приняли участие, то, что мы соберемся и организуем что-то свое. В Северо-Кавказском федеральном округе, во многих, да, это очень интересно. И я рада, что сегодня эти форумы, они нас объединяют. Это есть наше одно целое что-то, где мы принимаем участие. И очень приятно то, что именно в рамках нашего форума проходит российская национальная премия, студент года, вручение, ее очный этап, куда приглашены огромное количество почетных гостей. И вот Леночка у нас стала победителем гран-при в регионе, а теперь все лучшие студенты, победители собираются вот сейчас в Самаре, они завтра заезжают, у них тоже будут проходить мастер-классы, самопрезентации. То есть вот он приехал, такая звезда региона приехала и начинает... Да, 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 и защищает свой регион, защищает себя, показывает. И здесь работают наши эксперты, и не только судят этого человека, а помогают ему развиваться дальше. То есть даже если ты не выиграл, но ты приехал, поучаствовал, тебе указали на все твои минусы, подняли все твои плюсы. То есть человек развивается за счет этих конкурсов. Вот если в том году у нас девочка-победитель студента года, это был Ставропольский край Екатерина Войтышева, студентка Ставропольского университета, она победила, ее включили в комиссию по делам молодежи при Министерстве образования. То есть здесь большое развитие идет. У нас есть журнал «Россия студенческая». Первый был выпуск посвящен непосредственно студенту, студенческим объединениям, и Екатерина была на обложке этого журнала. То есть это действительно развитие. То есть мы не забываем про тех студентов, которые участвуют у нас. У нас есть обратная связь, и в дальнейшем мы продолжаем общение с каждым из них. Я так понимаю, что действительно это общероссийский форум. Сколько вообще регионов приняло участие? Да, было заявлено 68 регионов, приезжает 64 региона. Вот мы их очень сильно ждем. Заявок было. Участников у нас на форуме было решено, что будет 500 человек. То есть это не по одному человеку с региона какой-то? Да, не считая участников национальной премии студента года. Их еще 300. И мы думали собрать 500 человек, но на нас пошел такой поток заявок. У нас сидели ребята в регионе, в Москве, отслеживали эти заявки, у нас получилось около трех человек на место. То есть такая конкуренция идет. Ребята уже поучаствовали в том году, понимают то, что вот что это такое, что сюда стоит приехать. Готовы ехать, не всегда вуз готов оплачивать дорогу, потому что у нас проживание, питание, то есть это мы принимающая сторона оплачивает. А не всегда готов оплачивать дорогу. Ребята готовы ехать за свой счет, они просто умоляют, говорят, ребята, мы хотим. То есть родители нам делают подарок на день рождения, покупают мне билет до Самары. Ну это здорово. Слушайте, это замечательно. И да, я вспоминаю свои студенческие годы, действительно, наверное, самые такие, ну пока тепло вспоминаемые годы, наверное, в жизни. А дальше будут самые яркие, жаркие вспоминаемые годы. Да, это на самом деле самые яркие, самое что-то такое. И действительно очень отрадно, что студенты, ну не просто учатся, я имею в виду, за своими партами, да, на лекционных занятиях, но и выезжают какие-то, принимают участие в фестивале, конкурсе. Мне кажется, это и есть сама суть студенчества. Да, и вот сейчас вспомнила просто такой случай забавный. Идет же у нас активная подготовка, и было одно из направлений у нас площадки, это спорт, где было принято решение, что работаем по направлению Ассоциации студентов студенческих объединений России. Естественно, там у нас будет презентация черлиги и открытие своих черлидинговых клубов в регионе. То есть это девчонки, которые болеют. Помимо того, что это крутая энергетика, это огромный физический труд. Они тренируются по 6 часов в день. И вот одна из республик нам присылает заявку, и мы смотрим, там молодой человек, в возрасте 20 лет, спортсмен, супер победитель всевозможных конкурсов спортивных, обладатель наград, поясов. Мы ему звоним, говорим, вы знаете, у нас будет черлик. А как я? Я лучший борец Кавказа. Куда мне? Где мне быть? Тут мне звонит руководитель регионального отделения, говорит, Мария, что нам делать? У нас здесь лучший спортсмен, он не знает, что делать на черлиге. Что это такое? Что нам происходит? Это здорово, что вот этот ажиотаж такой среди студенчества, у них действительно в социальных сетях такая жара разворачивается. То есть вообще невыносимо, что происходит, это здорово. Это действительно заставляет кровь кипеть по венам. Вот такая у ребят энергетика идет за счет этого форума. То есть, знаете, вот так вот все спят, 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 каждый час по своему направлению. Допустим, вот у нас проходит там танцевальный проект, вот значит у нас девчонки-танцоры вышли, поучаствовали. Проходит у нас там певческий проект, вот вышли, поучаствовали, либо научные там, да, клубы какие-то, заседания, поучаствовали. А здесь, когда они все начинают участвовать, когда звонят ребята, которые даже не едут на форум, они не прошли у себя отбор в регионе, они звонят и говорят, почему вы не взяли Катю? Катя, она самая лучшая, возьмите Катю, мы вас умоляем, мы всем регионам просим. Это здорово. Хорошо. Так, для Самары такое событие, как общероссийский форум, стал подарком, сюрпризом, либо наоборот какой-то такой ответственности, которая была возложена на плечи. Расскажите, пожалуйста. Начнем, наверное, с того, что, в принципе, форум планируется таким, что он должен переезжать из города в город, потому что это дополнительное развитие студентов именно этого региона, потому что, опять-таки, мы говорим о том, что есть делегация Самарской области, есть волонтеры, которые участвуют в этом проекте, есть студенты тех вузов, которые принимают это мероприятие. То есть форум второй общероссийский, Россия студенческая, принимает Самарский государственный экономический университет, и все площадки будут работать на его базе. То есть это дополнительное знакомство, это дополнительный обмен опытом, это именно видение студентами, то, что происходит, еще активная общественная деятельность. То есть те ребята, которые, может быть, еще не приняли решение вступить в это направление, это шанс их зацепить, замотивировать и, соответственно, увидеть вот этот масштаб. Ну а именно как определилось, что будет в Самаре, наш университет выиграл конкурс Гранд Министерства науки и образования Российской Федерации по программам развития деятельности студенческих объединений. И в рамках этой программы проводится наш форум, который мы проводим совместно с Российским Союзом Молодежи и Ассоциацией студентов студенческих объединений России. Есть у нас звонок от нашего телезрителя, поэтому разрешите, обращусь именно к нему. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лиля. Лиля, очень приятно. Ну, мы сегодня разыгрываем билеты на концерт Евы Польной. Любите ли эту исполнительницу? Быть может, коллектив, в котором принимала участие гостья из будущего, это певица? Да, нравится очень коллектив, который был и сейчас, тоже исполненная программа нравится. Ну, быть может, что-то нам исполните, а мы вам билетик. Хорошо. Давайте. Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы, зови, не зови, целуй, не целуй, беги от меня, пока не поздно. Плачь, плачь, плачь. Спасибо большое вам, Лиля. Очень, да, мы тут потанцовываем вам аплодисменты за смелость в первую очередь, ну и, конечно же, за знание репертуара этой певицы. Два билета на концерт «Ева Польна» достаются именно вам 14 ноября. Откладываете свои дела на вечер, отправляетесь вы с каким-нибудь, наверное, родным, близким человеком в ночной клуб «Звезда». Что ж, рады, значит, я тоже очень рада. Продолжение вот такой творческой паузы, нотки в нашей беседе. Можно сказать, что у нас есть такое направление, как творчество, на которое приедет тоже очень много студентов, их порядка 70, и они как раз будут обсуждать, как сделать студенческие клубы, студенческие коллективы более эффективными, интересными, как делать студенческую весну в своем вузе, регионе, в принципе, в стране еще более масштабным мероприятием. И такие ребята, которые очень любят заниматься творчеством, талантливые, соберутся на этой площадке. Да, мне кажется, студенчество – это как раз то самое время, когда можно заняться творчество, потому что потом взрослая жизнь, уже работа как-то, да, и на творчество все меньше-меньше-меньше времени остается. А вот студент, он может встить себя в той или иной степени, как-то проявиться, зазвездиться, пусть даже будет такое слово. А некоторые, проявляя себя в этом творчестве, постепенно преобразовывают свою специальность уже в это направление. То есть они понимают, что им базовое высшее образование, наоборот, помогло найти себя вот в этом стиле. Такое тоже бывает. Хочу к Елене обратиться, но, наверное, для начала все-таки разрешите еще музыкальную паузу. Есть у нас звонок от телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена. Ну, сегодня боремся за билеты на концерт Ева Польна. Есть ли что-то в вашем исполнении, быть может? Да. Давайте. Люби меня по-французски. Хорошо, давайте. Ну, я волосами не владею, скажу так, как сумею. Ну, хотя бы четверостишие или читать их тоже нам. Люби меня по-французски, как это так неизбежно, как будто ты самый первый, как будто ты самый нежный. За все, что было так рано, за все, что было так мало. Люби меня по-французски. Тебя, мне так не хватало. Вот так вот. Поэтический вечер у нас сегодня в прямом эфире, в дневном прямом эфире, но тоже хорошо. Что ж, спасибо вам большое. Будем, как думаю... Я думаю, за то, что они были первые, мы должны поощрить... Да, однозначно. Особенно за смелость, потому что девушка же сказала, что она не уверена в своих данных, но в то же время она отважилась и позвонила, и продемонстрировала то, что она умеет. Хорошо. Что ж, да, как на экзамене, действительно, на студенческом, кто первый выходит, тому балл прибавляем. Поэтому, что ж, дорогие наши телезрительницы, которые дозвонились к нам первым, мы отдаем вам, конечно же, билеты на концерт «Ева Поля». Что ж, а я общаюсь с Еленой. Елен, расскажите, пожалуйста, свою роль в форуме, на чью роль претендуете, я имею в виду кого, что делаете, что исполняете? Ну, хотелось бы начать с того, что вообще звание Гран-при студента ГОЦ Морской области позволило мне получить и благодаря моей бурной волонтерской деятельности, в рамках которой я ездила на парад на Красную площадь от Самарской области волонтером. И привезя оттуда большой багаж опыта и знаний, конечно же, хочется их применить, рассказать ребятам, поделиться с ними опытом. И в рамках Всероссийского форума была такая возможность предоставлена стать координатором волонтеров. Собирались, проводили игры на команды образования, обучающие, рассказывали ребятам всевозможные моменты, которые могут проходить на мероприятиях. И наши волонтеры готовы, можно это сказать, ко всем ситуациям встречать радостно наших дорогих участников. Но в рамках форума проходит национальная премия студент года, в рамках которой я буду принимать участие. И сейчас вот у меня параллельно идет подготовка к очному этапу. Снимаем видеоролики, монтируем, готовим речь. Вот, поэтому на этом, на национальной премии будет возможность как раз и оценить работу волонтеров, тех, кого, собственно говоря, мы и готовим. Слушайте, ну вы не разрываетесь, Елена, потому что я понимаю, что организовать волонтеров, волонтерам это быть очень сложно. Но чтобы как-то организовать, научить какую-то интересную информацию передать волонтерам, мне кажется, это огромный труд. Действительно, вам огромное спасибо, вы большая молодец. Но, кроме этого, еще надо подготовиться действительно к такому важному этапу, как у очный студент года. Не разрывайтесь, либо все студенты, все подвластно. Все по силам. Волонтеры, наоборот, вдохновляют. От них идет нескончаемая энергетика, которая, наоборот, вдохновляет дальше идти, что-то придумывать, творить и достигать каких-то новых высот. Хорошо, давайте о программе немножечко поговорим поподробнее. Да, действительно, сказали, что там будет очень много интересных каких-то секций, каких-то семинаров, мастер-классов и так далее. Это и творческое наполнение. Что еще вот такого, что можно вот рассказать, прям вот первое, что приходит? Я услышала Елену, наш звоночек, которая напела там про любовь по-французски. Я хочу сказать, что у нас есть одно из направлений, одно из направлений на студенте года, это иностранные студенты. В рамках этого, мало того, что у нас иностранные студенты, это иностранные студенты, которые обучаются в России, они принимают участие в этой номинации. Плюс у нас будут иностранные эксперты, допустим, к нам приезжает руководитель студенческого совета Швейцарии. Мне кажется, это уровень. Это обмен опыт, да, действительно. Плюс к нам приезжает министр по делам молодежи Сирии со своей делегацией, со студентами, с четырьмя студентами. Мне кажется, это очень хорошо, около получать 17-го числа, у нас международный день студента, в рамках которого мы обязательно проведем круглый стол. Мне кажется, это уже уровень, и здесь показывает развитие. То есть я рада, я как настоящий патриот своей страны, безумно рада, что приедут ребята из других стран. И мало того, что они увидят Россию, да, они увидят, а это они приезжают в Самару, в этот милый, прекрасный городок на Волге, и они все увидят его. И я надеюсь, что они влюбятся, а я уверена, зная нашу работу региональной дирекции, как они готовятся, как они переживают за каждый сантиметр, который их окружает, как они изучают, повторяют все интересные факты о Самарской области. Я уверена, что они обязательно влюбятся, и это очень здорово. Спасибо вам большое, вот от всей нашей дружной команды. Спасибо. Спасибо вам, да, возможность вообще потрясающая. Хорошо. Кстати, еще, если говорить о гостях, да, действительно почетных, кто-то еще планируется, либо пока не раскрываем карты все? Давайте раскроем. Расскроем. У нас планируется очень много экспертов и федеральных тренеров, и руководителей площадок, которые со всей страны к нам приезжают, да, вот если уж мы начали говорить об иностранных студентах, да, у нас будет одним из экспертов, это Санганжи Тарбаев, то есть он член общественной палаты Российской Федерации, но и в прошлом, и по настоящее время он очень много уделяет внимания КВН, да, и представитель такого университета, как РУДН, который как раз объединяет... Который объединяет, да, множество народов. Множество народов. Он тоже у нас будет. Уже подтвердили участие у нас руководитель Рособранадзора, Красов Сергей Сергеевич. Вот, мы его очень ждем. Уже 14-го числа будет встреча. Он встретится с таким направлением, как Корпус общественных наблюдателей, это первостепенное то направление, которое работает с ГИА, с ЕГЭ, и, конечно же, это будет направление команды и студенческое самоуправление, которые будут активно общаться, задавать вопросы, выявлять какие-то особенности. Ожидаем олимпийскую чемпионку Лебедеву Татьяну. Вот, мы, конечно, очень надеемся, что 17-го числа нас посидит министр образования и науки Российской Федерации. Вот, то есть очень много почетных гостей будет. Блинов Алексей Владимирович, это обладатель хрустальной совы, образно таков, что где, когда, опять-таки, на площадке интеллекта будет работать с ребятами в направлении интеллект студента года, то есть он будет судить, общаться и уже свои рекомендации давать ребятам. Это очень ценно, то есть очень ценно почувствовать поддержку со стороны окружающих, утвердиться в том, что студент может это сделать и может сделать еще лучше. То есть какой-то план на будущее. То есть вот все наши эксперты очень нацелены много уделить времени ребятам. Мне очень нравится то, что вы говорите, когда речь заходит, не знаю, о жюри именно, что действительно не судить, действительно там не разбор полетов, а помогать, подскажут, укажут. Это очень хорошо, потому что когда действительно есть не просто критика со стороны эксперта, а какое-то указание еще на ошибку, быть может, которое хочется исправить, какая-то поддержка, это очень многого стоит. Хорошо. Что ж, Елена, ну как свои вообще оцениваешь-то шансы на победу? Ну, настроена только на победу, конечно же, вперед. Надеюсь, что люди, с которыми рядом находимся, в этом помогут. Уже сейчас я знаю, что приедут много друзей с разных регионов, уже пишут, говорят, Лена, мы купили билеты, мы с тебя летим, ты нам будешь показывать достопримечательности, что у вас там то, то. Поэтому уже их жду, хочу встретиться поскорее с разных регионов. Надеюсь, что все будет хорошо, удачно и хорошо защитим часть Самарской области. Марина, как вы настроены? Ну, совсем завтра вот уже буквально приедут студенты, действительно наполнят Самару своим студенческим каким-то смехом, какими-то интересными мыслями. Волнуетесь, переживаете, либо уже все готово вот к этому дню? Ну, тот, кто не волнуется, наверное, не живет мероприятием, да. Понятное дело, что мы все волнуемся, мы переживаем, потому что мы принимающая страна, к нам приезжают много студентов со всей России, и можно сказать, что они приезжают уже, начиная с сегодняшнего дня. У нас уже с сегодняшнего дня организовано дежурство и в аэропорту волонтеров, и на ЖД вокзале. Мы постоянно отслеживаем все изменения, да, регионы звонят, у кого-то поменялся рейс, у кого-то там, наоборот, поменялись билеты, либо изменилось там их место пребывания куда-то, то есть на постоянной связи со всеми-всеми регионами. И, конечно, то есть шаг за шагом, как говорится, мы идем к тому, чтобы наш форум состоялся, чтобы он был удачным, чтобы, самое главное, ребята получили для себя новый виток в развитии, то есть какую-то новую точку в их жизни, чтобы он прошел с пользой. Что ж, хорошо, вам спасибо огромное, как организаторам, как участникам, да, всего события, которое состоится уже завтра, откроется завтра. Что я поняла из разговора с вами, что действительно форум, ну, такое слово может представиться скучным, да, ни в коем случае. Я так понимаю, что программа ждет студентов очень интересной, не только студентов, но и организаторов, я так понимаю, что вы тоже же учитесь у них чему-то интересному. Но очень многое лежит на плечах волонтеров. Вот как раз сейчас с ними после небольшой паузы пообщаемся, поэтому не переключайтесь ни в коем случае. Смотрим небольшой сюжет и возвращаемся в студию. Ну, до этого надо дожить. Я же не могу представить, что у меня будет в голове, когда мне будет 80 лет. Может быть, у меня вообще никаких мыслей 80 лет уже не останется, я сказать в принципе ничего не смогу. А как жизнь проживу? Расскажи, как проживу. Какой это будет рассказ? Веселый, забавный, наоборот, смешной? Я не знаю, будет веселый, забавный, немного грустный. Мне кажется, буду рассказывать моментами. Эх, учись! И не забывайте о своих друзьях. Как я гуляла с друзьями, и как было весело. Пускай найдут себя побольше друзей, наверное. И никогда не забываю о своих друзьях. Ну, воспоминания буду рассказывать лучшее из жизни, естественно. Какие уроки, чтобы они учились из-за ошибок, учились в прошлом, не допускали их. И, ну, да, в общем, о ваших рассказах будет только положительное или что-то негативное? Положительное и негативное, если чтобы они из-за этих ошибок учились и не допускали их в своей жизни. 80. Я думаю, они будут уже где-нибудь далеко, но... Да просто расскажу то, что... Скажу, живите пока молодые, да, все. Ну, будете рассказывать позитивные моменты из своей жизни? Конечно, конечно, у меня все позитивные. Как познакомился с мамой. Так бы и рассказал. Это долгий рассказ, длинный? Да, да, очень. Красивая история? Да. Чай я люблю, может, хороший, а пью пакетированный все время. Потому что его быстрее заваривать. Черный и зеленый? Зеленый. Потому что он вроде как антиоксидантный. Черный, черный с фруктовой начинкой. Чем полезен? Он вредный. Чем? Потому что много армитизаторов. Но он вкусный. Я и зеленый пью, и черный пью. Всякий пью. Чем полезен? Ну, пью просто тонизирующий, опиток. Ну, я пью неполезный чай, черный, фруктовый, но вредный очень. А так, зеленый полезный. Чай я пью, но не могу сказать точно, какой... Ну, я люблю с чаблицом чай. Я пью зеленый с жасмином. Чем полезен? Какие свойства? Ну, как я прочитала, жасмин, он чистит печень. Поэтому, а потом... Вообще-то, черный я тоже пью, но реже. В основном, вот, потому что он полезный. Конечно. Зеленый. Любой. А черный, пуэр. Чем полезен? А содержание фтора. Черный. Оботряющий больше. Потому что на работе зеленый пить, он какой-то такой более релаксирующий, а нужно вклиниться в работу. Что ж, ну, а мы с вами в прямом эфире. Это значит, что сейчас, быть может, в обеденное время, кто-то и действительно пьет чай. Вам желаем приятного чаепития. Ну, и знакомим вас с нашими новыми гостями. Итак, начну, наверное, с текущей, который сидит рядом со мной. Это у нас Евгений Абызов, волонтер второго российского форума «Россия студенческая». Ну, собственно говоря, все волонтеры, поэтому буду представить только по именам. Следом идет у нас Алина Закарина, тоже волонтер, Юлия Чигарева, правильно? Да, Юлия Чигарева. Ну, и завершает эту четверку Елена Абросимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, рассказывайте, собственно говоря, как вы попали в ряды волонтеров из Самары, либо из каких-то других городов. Ну, на самом деле, вот говоря о тех вот трех волонтерах, которые здесь сидят, мы непосредственно учимся в Самарском государственном экономическом университете. Вот. Нам предложили, сказали, вот, ваш университет, он принимает, это большая честь выпала. Давайте поможем университету, давайте встретим ребят. Мы сказали, хорошо. Все, в принципе, тут у нас даже не возникло вопроса, будем мы участвовать, будем мы волонтерами, не будем. Это просто, ну, как данное уже. А как давно, собственно говоря, поставлена была цель? Если можно, да. Да. Я являюсь координатором волонтерской программы двух мероприятий. Мы приняли решение, что мы будем, как бы, консолидировать усилия и по направлению студент года по национальной премии, и по направлению Россия студенческая. И всего, в общем, у нас задействовано более 130 добровольцев на двух этих проектах, но, тем не менее, собирались, отбирались, проходили они обучение такой одной большой командой. Вот. Хотя сейчас они распределены по разным функциям и будут осуществлять работу именно в этих функциях. Работа у нас, регистрация кандидатов-волонтера началась более двух месяцев назад, и на участие в волонтерском корпусе было подано 280 заявок. То есть, по сути, опять же, вот этот конкурс, да, два человека на место, был проведен отбор, отбирались те, кто имеет какой-то опыт. Конечно, большую часть волонтеров были отобраны из университетов-принимающих, но, тем не менее, к этому, к организации подключилась еще достаточно хорошая команда с других вузов. То есть, в итоге у нас сформировался очень такой достойный массовый региональный корпус, представляющий разное студенчество, студенчество разных университетов нашего города. Вот. Ну и дальше, наверное, немножко про подготовку. Да, Юль, как руководитель службы по работе с волонтерами, я думаю, вы знаете все, как же готовились. Да, представим. Прошла у нас следующая подготовка. Мы проводили общие собрания, проводили конкретные уже встречи по каждой функции отдельно и дополнительно. У нас произошли блоки тренингов на команды образования, на сплочение ребят, на знакомство. И еще мы уделили особое внимание блоку крыведения. Это как бы наша общая такая, скажем так, проблема. Не всегда волонтеры, не всегда ребята готовы отвечать на вопросы, которые им задают представители из других регионов. Не всегда мы знаем точности про наши памятники и так далее. Вот. Поэтому был проведен специальный курс обучающий, прочитаны лекции, выданы материалы дополнительные, вот, чтобы можно было достойно представлять город, регион и так далее. Вот. Ну и дополнительно вопросы гостеприимства, в частности для позиций работы с экспертами, с ВИП-гостями. Вот. То есть это, конечно, такие дополнительные, особые. Правила и диктей, в конце концов. Да, да, да. Подготовительные вещи. Но, тем не менее, все ребята, которые были отобраны, они уже прошли какую-то школу предварительную. То есть это не те, кто будут репетировать, да, на этом мероприятии. Это те, кто уже пережили и Волгу, ту же, да, организационный комитет форума крупнейшего нашего, какие-то еще мероприятия. Поэтому опыт уже есть. Многие вещи объяснять не надо. Все уже пройдено. Поэтому думаем, что вся та предварительная подготовка инструктажи и весь опыт ребят, он будет в результате успешен. Ну, вот Елена так немножечко уже успела сказать, что каждый человек, ну, каждая группа отвечает за какое-то определенное свое направление. Елен, рассказывайте, за что же закреплены вы? Ну, я закреплена вообще за такое направление, как куратор направления. Конкретно нас вот 8 человек. Мы закреплены за каждым направлением. Мое направление – это студенческое самоуправление. Я буду тем другом, товарищем, помощником, человеком объяснить, который проводит, отведет. Идет, еще раз отведет, проведет, отнесет сумки, сделает все, что угодно, что вообще от него попросят. В том числе эксперты. Я буду находиться с ребятами этого направления вот постоянно во время их образовательной программы, во время их переездов туда и обратно. И, может быть, такой небольшой секрет, но скажу, что у ребят настолько насыщенная программа, что даже во время вот этого переезда в автобусе они тоже будут заняты. Они проживают в Циолковском, да, все делегации проживают на базе в Циолковском. И ежедневно они будут курсировать из Циолковского в университет, либо на церемонию открытия, на церемонию закрытия. И ребята с направлений будут их сопровождать. Чтобы им не было скучно. Слушайте, интересно. Так что, дорогие телезрители, быть может, кто смотрит наш эфир и кто участвует в направлении... Мое направление, оно вообще самое большое получается. Запоминайте, Елена, вот это та... Порядка 140 человек вообще. Мне нужно будет отводить, переводить. Такая мама 140 организации. Да, мама 140 человек. Это, на самом деле, очень весело. Хорошо. Так, давайте теперь, собственно говоря, спросим у Алины. Алин, за что отвечаешь ты на форум? Я являюсь представителем рекреационной службы. Это те люди, которые отвечают за досуг именно в рамках нашего университета. Там ребята смогут в нашей зоне рекреации отдохнуть между их образовательной программой. Там у них будет возможность почитать, пообщаться, возможно, как-то обменяться опытом. Это именно создано для того, чтобы ребятам было комфортно пребывать в университете. Ну, с этим у вас много тоже, я так понимаю, людей? Не ты одна? Да, да, да. У нас целый ряд людей представлено данное направление, и мы все вместе будем организовывать, так как именно в рекреационной зоне будут отдыхать постоянно достаточно много человек. Слушайте, ну это да, это действительно очень полезно, потому что, ну, дело время, а отдохнуть тоже иногда необходимо, выдохнуть, по крайней мере. Так, Евгений. Ну, я, собственно, буду правой рукой куратора направления. Мы будем помогать им по всем вопросам, если у них возникнут какие-то сложности. Нас тоже небольшая группка, 15 человек, есть девушки, вот без них никуда. Это группа материально-технического обеспечения, такого сопровождения. Вот. Мы будем работать с аппаратурой, с микрофонами, ноутбуками и так далее. В общем, будем полностью им помогать. Слушайте, когда мы приезжаем, не знаю, на какой-нибудь форум, на какой-нибудь фестиваль, на какой-то конкурс, мы действительно понимаем, что все так, как-то так все складненько, да, и не понимаем, от кого же это все зависит. А вот такие пчелки, я имею в виду волонтеры, наверное, на них-то все и держится. Ну, очень многое. Юля, согласитесь со мной? Я соглашусь, я всегда привожу пример, когда у нас одна девушка сказала, я всегда приходила на мероприятие, мне там вручали грамоты, я думала, надо же, как здорово. Вот, однажды она поучаствовала в мероприятии, она говорит, теперь я поняла, как производятся эти грамоты, когда они за ночь печатаются огромным количеством на выходе, и это делают все живые люди, все те же добровольцы. И этот процесс, да, и этот процесс очень, он такой технологически, да, сложный, потому что это долго, это непросто, вот, и нужно, чтобы все было точно и правильно, не дай бог, в каком имени ошиблись, вот, и вот это такой был инсайт какой-то. Для нее, она говорит, я не думала, что вот так. А это все, да, это все помощники. Хорошо, ну, я так понимаю, что вы как волонтеры, да, принимаете участие, но все равно, так или иначе, форум вам что-то принесет, что ожидаете от него? Не просто же время работы? Ну, наверное, с какой-то обратной связи от участников, ведь интересно будет знать, как они оценивают нашу работу, и, собственно, как им весь форум, что он для них значит, потому что все равно их эмоции, их переживания, это такая, ну, оценка нашей работы, можно сказать. Также это возможность поработать в большой команде, не только, допустим, своего университета, но и, допустим, когда мы знакомились, там были ребята из других университетов, это и аэрокосмические университеты, и другие, ряд других университетов нашей области большой. Вот, то есть это новые знакомства, новые открытия, и также обмен опытом. Мало того, что с ребятами из других университетов, с ребятами из других регионов, потому что так или иначе, все равно вам придется общаться с кем-то. Это же странно, да, нам озвучили, что будут иностранные участники, тоже здорово. Это тоже... Практиковать язык можно. Ну, конечно, мы проверим свою команду на боеспособность для дальнейших мероприятий, потому что, ну, несмотря на то, что у нас у каждого свое направление идет, мы очень много взаимодействуем друг с другом. То есть если у меня есть свободное время, я прописала программу часть, ну, я не просто остаюсь там дома сидеть или... Я бегу к ребятам и говорю, свободные руки, что делать? Чем помочь? Чем помочь? Да, и так делает абсолютно каждый. Ну что ж, завтра буквально все запускается с 13 по 18 ноября. Да, я напомню нашим телезрителям то, что мы ожидаем здесь, в Самаре, гостей общероссийского форума «Россия студенческая». Так что, дорогие телезрители, тоже будьте, пожалуйста, внимательными, интересными, потому что, ну, у меня такая информация, то, что тысячи студентов, практически более тысячи студентов посетят это мероприятие, более тысячи, быть может, людей из других регионов, из другого города. Поэтому вы тоже, пожалуйста, будьте внимательнее, подскажите дорогу, в конце концов, если вдруг кто-то куда-нибудь да пойдет, да, из участников. Вежливым быть надо всегда. Я лично вам немножечко завидую в том плане, что вы изучили, как сказали, краеведение, да, история Самары, мне кажется, это всегда нужный материал, который пригодится, потому что даже родственники приезжают откуда-то, спрашивают, а что это за памятник, иногда не можем ответить. Можно еще время добавить? Вообще, хочу сказать, что у нас сейчас все мероприятия, которые проходят, крупные у нас в регионе, и это не просто, скажем так, мероприятия ради этого, и на них, когда организуются волонтерские корпуса, не только ради этих мероприятий. Мы сейчас отрабатываем технологии, технологии организации координации волонтеров, технологии взаимодействия разных функций, разных структур, разных сервисов, формирования вот этой команды, и весь этот опыт, он для нас сейчас бесценен в преддверии подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Все это творится сейчас, да, мы уже готовимся, репетируем сейчас, несмотря на то, что еще кажется, что впереди три года, но, тем не менее, стартовать важно вовремя. Вовремя. Слушайте, вот так вот, все взаимосвязано, действительно. Ну, мне кажется, на активных людях все и держится, поэтому форум состоится, там примут участие, так понимаю, активные люди в качестве и участников, в качестве и волонтеров. Вам спасибо большое за интересную беседу, за интересный рассказ о вашем нелегком, но, я думаю, очень-очень правильном деле. Что ж, универсальный формат с вами прощается, как всегда, на один день, в 13.05, каждый будний день. Мы, конечно же, на ваших телевизорах. До свидания, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова